И в течение последних дней следим за ситуацией вокруг гибели Жанны Фриске. Сегодня друзья и родные проводили ее в последний путь. Хоронили в фамильном захоронении на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Гражданский супруг певицы Дмитрий Шепелев занимался организацией церемоний. Даже несмотря на то, что на похороны пригласили только самых близких, проститься с Жанной на кладбище пришли сотни людей. Регина Орехова продолжит. Только родные и самые близкие. На этом настоял Дмитрий Шепелев. Гражданский супруг Жанны Фриске распорядился, чтобы на похоронах не было посторонних. Он помнит, Жанна не любила выносить личную жизнь на публику. Поэтому в последний путь певицу провожают всего около сотни человек. Среди них близкая подруга Ольга Орлова, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Сергей Зверев. Все едва сдерживают слезы. Жанна замечательная. Жанна настоящий друг. Жанна великолепная, роскошная. Останется в памяти как очень добрый и отзывчивый человек, хороший друг, любящая мать. Отцу Жанны Фриске на похоронах стало плохо. Хотели вызывать скорую, но удалось обойтись без помощи врачей. Дмитрий Шепелев едва справляется с чувствами. Несколько раз отходят от гроба, чтобы немного прийти в себя. Сразу после церемонии погребения была организована небольшая поминальная трапеза. Столы накрыли прямо на кладбище под навесом. А когда участники погребальной церемонии начали понемногу расхориться, подошла пожилая женщина по милостыню. Певец отказать не смог. Может быть в этот день все, кто знал Жанну Фриске, стали немного добрее. Несмотря на то, что на похороны были приглашены только близкие, поклонники не удержались от того, чтобы почтить память певицы. Около тысячи человек смиренно ждали несколько часов, чтобы им позволили возложить цветы на могилу. Отец Жанны Фриске позже поблагодарил людей за то, что пришли. В этот день на кладбище звучат аплодисменты со слезами на глазах. Регина Орехова, Сергей Дубровин, LifeNews.